МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы работаем в прямом смысле онлайн. Подключайтесь, обсуждаем самые актуальные вопросы, интересующие казахстанцев. И ответить на них уже готовы наши гости. В студии ток-шоу онлайн, исполняющий обязанности председателя комитета телекоммуникации Министерства информации и коммуникации Виталий Ярошенко. Добрый вечер. И заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Казахстана Абдукадыр Назаров. Господа, скажите, а вот вы свои сим-карты зарегистрировали уже? Да, обязательно. Одним из первых, наверное, да? Ну, на прошлой неделе это было. А, на прошлой неделе. На самом деле не так. Давайте самое главное, да, пожалуй, цель какая? Раскрываемость только лишь преступлений? Ну, давайте будем исходить, я вам назову, наверное, три основных аспекта, да? В первую очередь, для чего были приняты эти правила. Первый аспект, конечно, антитеррористическая деятельность. В первую очередь. Второй аспект, это кражи сотовых телефонов, доля которых на сегодняшний день составляет 23%. И третий аспект, далеко не маловажный аспект, который сейчас набирает обороты, это преступление с интернет-мошенничеством. Это тоже связано с сим-картами? Это тоже связано с сим-картами, тоже связано с сотовыми телефонами. То есть, вкратце, если я пояснить, этот мошенник, будем так говорить, преступник, берет гаджет какой-нибудь, берет сим-карту, вставляет, сим-карта при этом оформлена совсем на постороннего человека, гаджет сам ни на кого не оформлен, занимается отправкой сообщений, предоставлением каких-то услуг или товаров и так далее, получает деньги и потом отключает и все выкидывает. А когда потом начинаем искать, выясняется, что сим-карта оформлена мужчина постороннего лица. Скажите, пожалуйста, Абдуктор 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 Абдуктор, а что мешает на данный момент раскрываемости преступлений? Если у вас сейчас есть, скажем, заявление от того человека, у которого, скажем, украли сотовый телефон, он вам назвал, скажем, имей-код, назвал номер сим-карты, ведь сколько было, когда там дорогие телефоны воруют, то и раскрываемость не особо высокая была. Нет. Где гарантия от того, что вот сейчас мы пройдем регистрацию и прям сотовый телефон и тут же будет находиться и, как говорят представители Министерства информации и коммуникации, что вообще воровать теперь мошенникам не будет смысла телефон. Вот вопрос как раз таки в том, что именно с принятием новых правил воровать телефон станет бесполезным. Почему? Объясню. Использовать похищенный сотовый телефон во вторичном обороте будет уже невозможно. На данный момент это имеет место, когда похищенные телефоны работают всегда. Но если сейчас вы не можете их найти, имея, скажем, на руках имей-код? Вопрос не в этом. Работа ведется. Телефоны ищутся, находятся, возвращаются. Конечно, процент не такой высокий возврата, но тем не менее. Но мы сейчас и тем самым хотим принять такие меры, чтобы сам сотовый телефон после его хищения был как бесполезной вещью, но он работать не будет. Ну, я думаю, что это как раз таки тема будет для очередной нашей программы, которую мы специально посвятим, скажем, ну, может быть, летом, да, вы к нам придете и расскажете. На самом деле, сейчас воровать телефоны стало бесполезным занятием, и что вы их все можете найти, да. К нам уже приходят обращения из социальных сетей. Интересно, если после регистрации сим-карты и телефона понадобится на время переставить симку на другой аппарат, то телефон или симка заблокируются? Это из Фейсбука нам Станислав пишет. Виталий Владимирович, это вопрос вам уже. Нирван, в принципе, нет ограничений на количество зарегистрированных сим-карт, как и на количество зарегистрированных телефонов. То есть, это говорит о чем? Вы можете пойти в офис к оператору, либо онлайн провести регистрацию сразу нескольких телефонов, и нескольких сим-карт. И зарегистрировать их все на себя. То есть, я могу хоть 10, то есть ограничений нет, да? Нет. И внутри, пожалуйста, внутри зарегистрированной связки вы можете менять как сим-карты, так и телефоны. И это я могу использовать и в планшете, и в сотовом телефоне, в сигнализации для детских часов безопасно. Да. Вот единственное, я хотел бы небольшое уточнение сделать. Регистрации подлежат все абонентские устройства, за исключением тех, которые находятся в роуминге, это для иностранцев исключение сделано, и абонентские устройства, которые обеспечат межмашинное взаимодействие. Туда вот GSM-сигнализации входят, микроволновки, там умные вещи, банкоматы, там... Платежные системы, да. Платежные системы, кассы терминалы. Там они тоже содержат модуль GSM, но такие устройства не подлежат регистрации. А вот скажите, пожалуйста, путаница не создастся, например, купил я телефон и подарил его своей маме, да? А на коробке из-под телефона написан мой, как бы, и мой ИИН, моё имя, то есть на меня зарегистрировали, дарил в своё время. Вот кто сейчас должен пройти эту процедуру регистрации? Я или моя мама? В случае того, если украдут, кто должен писать заявление? Смотрите, вопрос из двух частей. Первое. Можете, как вы, и так же и ваша мама зарегистрировать телефон. После регистрации просто владельцем как раз телефона и будет являться тот человек, который его зарегистрировал. То есть, если это вы зарегистрировали, вы будете являться владельцем этого телефона. Если мама сделает это, то тогда будет зарегистрировано телефон. Не важно, на чьё имя оно было зарегистрировано до этого. Нет, не важно. Вот как раз, это же первичная регистрация идёт. Если посмотреть внимательно правила, там регистрация разбита на два этапа. До 1 января 2019 года и после 1 января 2019 года. Это больше похоже сейчас на легализацию, да, так скажем? Да, сейчас идёт. Если где-то что-то, ну, каким-то образом напоминает. Конечно, потому что если не провести такую легализацию, то после 1 января 2019 года сотовым операторам придётся отключить фактически там более половины своей абонентской базы. Вот нам Карло пишет, это уже, так же приходит сообщение, где я могу продать или, а как я могу продать или подарить свой телефон? Вот таким образом. Если, соответственно, точно так же, если человек покупает сим-карту, он уже приходит, вот сейчас как будет процедура после Нового года проходить? После Нового года процедура будет проходить следующим образом. Допустим, вы продаёте свой телефон, вы его можете, ещё не знаете кому, собрались просто продавать свой телефон. Вы просто берёте или через онлайн-сервис оператора, у которого обслуживались, либо с посещением в офис идёте и снимаете с регистрации данные абонентского устройства. То есть из базы данных, имей кодов, это устройство изымается. Соответственно, теперь новый владелец, кому вы его продали, да, он так же самое, либо приходит к оператору, либо посредством онлайн-сервиса оператора регистрирует на себя это устройство. А мне кажется, что всё это усложняет? Нет. То есть это целое мероприятие, ходить, всё, вместо того, чтобы пользоваться, ты должен ходить по офису. Ходить никуда не надо. Это для чего делается? Для того, чтобы как раз создать вот эту связку, о которой вы говорили в начале передачи. Имей, ин и сим-карта. Связка необходима для чего? Для того, чтобы в случае её разрушения этим абонентским устройством невозможно было воспользоваться. Об чём говорил как раз Абдукадыр. Почему он станет бессмысленно красть телефон? Если телефон украли, то он другой симкой не будет работать. Соответственно, вор не сможет перепродать этот телефон. Единственное, ну как, не исключено, конечно, его можно перепродать на запчасти, его можно перепродать в другую страну. Но это всё равно во много раз сократит количество. Вы советуете пройти регистрацию до Нового года? Да. Что будет после, скажите, пожалуйста? Если кто не успел, может быть, зарегистрировать? Да, в принципе, ничего страшного не произойдёт. Можно и после Нового года регистрировать. Просто проблема может возникнуть в следующем году какая? Сейчас абсолютно все абонентские устройства, работающие в сети, автоматически зарегистрируются в базе данных ИМИ-кодов. Так. В привязке к сим-карте. Почему сейчас операторы сотой связи активно и рассылают смс-сообщения с просьбой уточнить корректность оформления именно сим-карты? Потому что по сим-карте будет дальнейшая привязка в этом году и абонентского устройства. У нас не секрет, в сетях сотой связи очень много абонентских устройств с одинаковым ИМИ-кодом. Такое тоже бывает? Да. Для того, чтобы как раз их легализовать, отсортировать, используется тройная связка. То есть ИМИ, ИМИ и номер телефона. Даже если у вас ИМИ совпадёт, у вас ИМИ разный будет. Правильно? Это вообще в целом для чего делается, я вот хочу уточнить вопрос. Вот, например, в одной из соседних стран, то телефон, это практически как удостоверение личности. Он может и в банке получать кредит, и может пользоваться, я не знаю, QR-кодом считывать и в магазинах оплатить онлайн без платёжных карт. У нас возможно такое, скажите, пожалуйста? То есть к этому всё это идёт? Нет, не совсем к этому, но к этому тоже. В будущем, смотрите, просто сейчас люди, да, они не слишком заботятся о защите своих персональных данных, не слишком заботятся как раз о корректной регистрации той или иной вещи на себя. Допустим, та же сим-карта, да, она фактически либо человеку бесплатно досталась, поэтому он не заботился оформить её на себя. Но он много лет, вот представьте случай, да, многие с этим сталкивались, пользуются сим-картой и не знают, на кого она оформлена. Но зато потом в один прекрасный момент её либо теряет, либо она заблокировалась, либо она похищена. Этот человек приходит к оператору и начинает возмущаться. У меня была сим-карта, восстановите. Оператор проверяет по номеру, возлежность сим-карты, а она оформлена на этого человека. Фактически человек теряет её. А то, о чём вы говорите, вот в некоторых соседних странах, это вот, допустим, в Китае сделано. Да, очень удобно. Да, очень удобно. Там как раз сим-карта является идентификатором человека. Поэтому человек озаботился на себя её оформить. Мы в будущем тоже прорабатываем проект создания мобильной электронно-цифровой подписи, которая также будет записываться на сим-карту. Вот представьте, что эта сим-карта будет оформлена на другого человека, а подпись будет ваша. Другой человек от вашего имени сможет совершать любые операции. Для тех, кто ещё не прошёл процедуру регистрации, мы подготовили краткую информацию. Прошу внимания на экран. Зарегистрировать телефон необходимо всем пользователям мобильной связи, кроме тех, кто находится в роуминге. Туристам, которые захотят купить сим-карту одного из сотовых операторов, придётся также регистрироваться на общих правилах. Для этого необходимы ИИН или БИН, номер телефона, идентификационный код мобильного устройства e-mail. Узнать его просто. Он написан либо на задней крышке телефона, либо на коробке. Также код высветится на экране после набора команды звёздочка, решётка 06, решётка на любом телефоне. Всего в Казахстане 5 операторов сотовой связи. Из 26 миллионов активных абонентов зарегистрировались почти 12 миллионов. Меньше половины абонентов на сегодня зарегистрировали свои устройства, но до конца года-то осталось буквально чуть-чуть. У нас в студии директор по корпоративным коммуникациям компании оператора связи Алексей Бенц. Приветствую вас, Алексей. Насколько я понимаю, что если ещё не все зарегистрировали свои номера с сим-карты, я думаю, что вас ожидает как минимум жаркий декабрь. Мы начали эту работу ещё в марте, ещё даже до того момента, как официально были выпущены правила. И с марта мы работаем над тем, чтобы максимально упростить эту процедуру, то есть привести людей в онлайн, в смс, какие-то другие каналы, но не тратить их время на то, чтобы они либо звонили в колл-центр, либо шли в офисы нашей компании. Тем не менее, декабрь будет жарким, как вы справедливо заметили, я примерно представляю, что это будет, и чтобы сэкономить нервы, время, энергию жизненную, я хотел бы призвать сейчас с экранов всех клиентов, всех операторов сделать это заранее. Сейчас практически каждый из операторов даёт возможность сделать это дистанционно, то есть не нужно никуда ходить, достаточно отправить смс, либо какие-то другие способы, да, то есть через приложение, через сайт, через колл-центр. То есть есть сейчас, да, способы? Да. И сейчас вся эта процедура может занять там максимум одну-две минуты, чтобы пройти эту регистрацию. А какова гарантия, скажите, вот у вашей компании о защите персональных данных вашего оператора? Есть закон о защите персональных данных, мы полностью ему подчиняемся и, соответственно, все наши системы, они гарантируют тот факт, что к этим данным не будет несанкционированного доступа. В то же время есть специальная процедура, по которой мы передаём эти данные регулятору для формирования этой единой базы данных по всем операторам. Спасибо большое. В целом, Виталий Владимирович, вот вам, наверное, да, большой вопрос. Где гарантия вообще в целом, что эта вся информация не утечёт куда-нибудь от утечки информации? Это на самом деле достаточно актуальный вопрос. Да. На самом деле, Ирлан, есть закон о защите персональных данных. Вот эти данные ИИН и МЕИКОД, номер телефона, они хранятся у операторов сотовой связи в их базах данных. Сейчас вот эту связку ИИН и МЕИКОД будет передавать и в РГП, и в КРС, и в нашей подвенческой организации. Оттуда доступ идёт только в соответствии с законами персональных данных и законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Ну, это, наверное, тогда уже к вам, да, вопрос? Каким образом правоохранительные органы могут получить, скажем, данные об этом абоненте? Ну, проведение оперативно-розыскных мероприятий, я вам, давайте так скажу, что, во-первых, есть мероприятия, которые можно провести только санкции судов, то есть, в противном случае эти данные получить будет невозможно. То есть, первый попавший, скажем, участковый, мои данные он не сможет получить? Нет, ни в коем случае. Это только, скажем, при каких-то серьёзных правонарушениях? Есть, да, определённый механизм, но расписан, закреплён законом, нормы есть. Так что, это исключено, чтобы произошла утечка через... Будем надеяться. Мы обсуждаем персонификацию данных о владельцах мобильных устройств. Все наши контакты вы сейчас видите на своих экранах. Как казахстанцы относятся к нововведению, поговорим об этом во второй части Ток-шоу. Это онлайн на Хабаре, подключайтесь. Итак, это Ток-шоу онлайн на телеканале Хабар. Мы обсуждаем требования госорганов обязательно зарегистрировать имейк-коды наших гаджетов в привязке с сим-картами к личным данным абонентов. Нововведение вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Давайте послушаем. С одной стороны, может быть, это цель безопасности, борьбы с терроризмом и так далее. Но с другой стороны, наверное, это не столь необходимые меры. Вы будете регистрировать или нет? Хотите? Я пока думаю. Я считаю, что это не нужно, потому что это личная информация, и я не буду регистрировать. Во-первых, еще кто постарше, да, они не понимают, как регистрироваться, как надо. Вот люди пенсионного возраста, для них это создает определенные проблемы. Даже для меня, я пока не прочитала, что мобильное, ну, можно через телефон это сделать. Я лично против, потому что действительно лишние сложности. У нас достаточно по жизни документов, которые нужно где-то регистрировать, что-то делать. И тут еще теперь с телефоном. С одной стороны, может быть и хорошо, потому что всякие негативные вещи же есть, да, там рассылки нехорошие и так далее. Мои личные данные там вот какие-то будут отслеживаться. Тоже не очень приятно. Вот такой опрос провели наши журналисты. Большинство, как мы видим, против обязательной регистрации этой же позиции придерживается и юрист Бахтиар Галимжанов. Добрый вечер, Бахтиар. Скажите, что вас смущает в обязательной регистрации телефонов с сим-картами. Сначала я хочу услышать вашу позицию с профессиональной точки зрения, то есть как юриста. Да, спасибо большое. Ну, я как юрист, как адвокат скажу, что действительно меня всегда смущают различные нововведения, направленные на контроль, да. Поэтому здесь надо сказать, не будем забывать Конституцию нашей страны, да, статью 18, часть 1, часть 2, которая гарантирует нам тайну и переписки, и частной жизни и так далее, и так далее. Кроме того, я не вижу самой необходимости, действенности этой нормы. Ну, мы уже говорим постфактум, эти нормы уже приняты, да, на сегодняшний день, идет уже реализация, да. Но я бы хотел, чтобы в будущем эта норма была отменена. Почему? Я объясню. Да, несмотря на то, что надо справедливости ради сказать, что действительно более 80 стран мира эта норма внедрена на сегодняшний день, да, такие же положения исходные, да, но с другой стороны, есть очень развитые прогрессивные страны, которые отказались от внедрения этого. То есть, можно сказать, Великобритания, Новая Зеландия, Чехия, Румыния и так далее, они отказались. Даже спецслужбы Великобритании в 2005 году, они после теракта в Лондоне, они проанализировали, протестировали эту систему, но отказались, потому что посчитали, что это будет отпугивать, как мы видим, наших граждан от регистрации именно номеров абонентской связи. Поэтому здесь однозначно, я скажу, в Мексике использовалась около трех лет, тестировалась эта система, но правоохранительные органы сказали, что она не приносит никаких результатов и, соответственно, никак не влияет на искоренение преступности, на борьбу с терроризмом и так далее. И они тоже отказались, потому что преступник, если он захочет, я думаю, уважаемый сотрудник полиции нам не даст соврать, если преступник захочет, он найдет всегда любой способ. Это может привести к формированию именно глобального черного рынка продаж сим-карт, закуп сим-карт может осуществляться за рубежом в иностранных странах, могут специально воровать телефоны с чужими сим-картами и подставлять людей. То есть будет на одном человеке зарегистрирована данная сим-карта и, соответственно, и будут совершать свои террористические акты и так далее. То есть, конечно, цели благородны, я понимаю, но здесь надо не забывать, и как раз вы задали как раз очень хороший вопрос касательно прослушки. То есть, если, конечно, это все санкционировано и так далее, но, тем не менее, существует риск того, что на сегодняшний день карта будет зарегистрирована, соответственно, человека можно будет прослушать на этом основании, любого человека. Поэтому, конечно, это все, я думаю, в любом случае будет в дальнейшем корректироваться, изменяться, но я меня даже как просто, не как юриста, как гражданина, меня это тоже беспокоит. Потому что, я считаю, сейчас, на сегодняшний день у нас и в нашем государстве есть все меры по борьбе как с экстремизмом, так с терроризмом и с другими преступлениями. У нас есть другие способы нахождения сотовых телефонов. И это очень реально, в моей практике были случаи, когда и до введения этих норм спокойно находились воры. И без малейшего, самое главное, как бы задевания того, что мы называем права и свободы. Да, конечно, конечно. Поэтому я выступаю за права и свободы. Очень интересная позиция, резонная, да? Вот что вы ответите? Ну, я скажу так. Мы тоже изучали международный опыт, прежде чем решиться на такой шаг. И знаете, вот из постсоветских государств активно используется такой метод в Азербайджане и дает очень хорошие результаты. Этот же метод, единая база МЕКОДОВ, существует в Турции. Также имеется положительный результат. Мы знаем и достаточно прогрессивные страны, где этот не используется. Но это даже в Америке используется, я вам так скажу. Там есть белый список белых телефонов, белый список телефонов, получается. То есть все ввозимые сотовые телефоны, они уже находятся на учете. Просто ввозимые. В нашем же случае, мы, получается, вот вы хотели как раз, Ирланд, ответить на ваш вопрос по поводу, как вы раскрываете, что вам мешает и так далее. В настоящее время одной из преград, например, является, вот похитили сотовый телефон, начинаем его искать, а с таким имейкодом, с таким имейкодом, около двух-трех тысяч сотовых телефонов. Где его искать? Хотим заблокировать, это получается, нам три тысячи абонентов надо заблокировать. Это тоже не выход. Я думаю, что это тоже не выход, потому что Бахтияр тоже внес достаточно резонный вопрос относительно того, что если злоумышленник, если он захочет совершить какое-то правонарушение с помощью сотового телефона, то пусть даже зарегистрирован, то он, я думаю, найдет определенного языка. Вы что думаете, скажите, пожалуйста? Я бы Бахтияру еще возразил в тем. Вот он как раз в своей речи сказал о том, что если телефон зарегистрирует, то тогда его можно будет прослушивать. А если он не зарегистрирован, тогда его нельзя будет прослушивать. По крайней мере, ты не знаешь, кого ты прослушиваешь. Это мы с Бахтияром так думаем, дайте, позвольте нам так думать. Хорошо. На самом деле от этого не зависит. А цель, вот как Абдукадер сказал, сделать невозможность использования краденого телефона. То есть фактически, если тройная связка, как я говорил, уже нарушается, то этот телефон перестанет работать, пока не пройдет заново процедуру регистрации. То есть это огромную массу как раз проблем с ними, с МВД. И они как раз займутся теми преступниками, которые могут изменить имей-код. Или найдут другие способы противоправного использования абонентских устройств. И вот тут есть вопрос. Как раз Владимир нам пишет по WhatsApp. Вот купили вы телефон с рук, а он ворованный. Пошли регистрируйтесь и тут же попались как скупщик краденого. Для этого и создается всеобщая база данных, где будут все номера телефонов. Действительно, вторичный рынок телефонов никто же не отменял. И будут с рук и продавать, и покупать. Я вас понял, я отвечу на этот вопрос. Мы этот момент тоже учли при разработке правил. То есть при создании единой базы имей-кодов будет создан, я не знаю, какой-то портал, наверное, Владимир Филисович. Или что-то будет такое создано, что перед тем, как купить сотовый телефон с рук, любой владелец, ну, любой человек может войти и проверить, похищен этот телефон или не похищен. Значит, он похищен или не значит, что похищен. Есть ли у него дублирующие имей-кодов или нет у него дублирующих имей-кодов. Так что здесь... То есть для этого создается всеобщая база данных. Как раз регистрация, она и позволит защитить именно вторичный рынок еще. Вы когда, перед покупкой телефона, вы можете проверить, он в розыске или нет. Сейчас вы этого сделать не можете. Очень удобно же. То есть это очень большая аналогия регистрации телефона, да, с регистрацией автомобиля. Так. Вот автомобиль регистрируется же на определенное лицо. Купля-продажа автотранспортного средства, там более жесткая процедура. Там надо приехать спецовым, сверить номера, потерять время. В случае с телефоном это делается все онлайн. А разве скупчикам запретили покупать телефоны на запчасти? Ну, украдут телефон, продадут его на запчасти. Чем полиция регистрации поможет в этом случае? По вотцу Султан присылает, да? Я вас понял, да. Я вам скажу, что у нас сейчас активно проводится работа именно с скупчиками этих похищенных сотовых телефонов. Свежий вот буквальный пример. В воскресенье был задержан гражданин, наверное, в интернете везде это было написано. Ну-ка расскажите. Он задержан в Алмате житель Туркестанской области, у которого при обыске дома нашли 184 дорогостоящих сотовых телефонов. 184, которые были похищены. Это я уже не говорю о сальных вещах. Там и ноутбуки были и так далее, и тому подобное. То есть работа в этом направлении нами проводится в полном объеме. Ежеминутно, ежесекундно. Но эта регистрация все равно вполне резонна. Разобрал он его на запчасти и продает его так. И никакая нерегистрация ничего не поможет. Но хорошо, вот зарегистрируют телефоны, да, все, скажем, граждане. Но взамен они получат 100% гарантию от того, что действительно рынок, скажем, теневой, скраденных сотовых телефонов, он наконец сойдет на нет. Вы сами, как профессионал, что думаете? Ну, мы, во-первых, на это очень сильно рассчитываем. Не то, что рассчитываем, мы думаем, мы уверены в этом. Я вам так скажу, что количество крафт сотовых телефонов резко сократится. Я объясняю. Красть их станет бесполезно. Для чего воровать ту вещь, которую невозможно ни продать, ни распорядиться? А, как вы говорите, на запчасти? Ну, если все на запчасти пускать, это сколько запчастей? Куда не нужно? Вот мы проводили аналогию с автомобилем. Да. Перебивает номера. Здесь каким-то образом, наверное, есть хакеры какие-нибудь, очень достаточно продвинутые, которые могут этот e-mail код, я не знаю, перепрошить каким-то образом, скажите, с технической стороны. Вот как здесь гарантия? Да, Ирлана, такой риск действительно есть, но это, опять же, как аналогия с автомобилем. Номер перебилен, для этого есть как раз у нас специальные помощные органы, которые выявляют такие факты. За это предусмотрен уголовным кодексом наказания. Мы еще, Владимир, с вами-то как раз когда разрабатывали, мы говорили на эту тему о том, что именно сотовые телефоны с измененными кодами, перепрошитыми, они работают. А их можно идентифицировать каким-то образом? Что он даст, что он перепрошитый? Теоретически, да? Может. Они работают в системе этой, но не будут. То есть, смотрите, фактически вы украли телефон, да? Он был зарегистрирован, извиняюсь, что он зарегистрирован был на меня, да? Фактически вы его не сможете использовать, потому что как только начнете процедуру регистрации, сразу на этапе регистрации выяснится, что этот телефон зарегистрирован. Вы же его будете на себя регистрировать. Вам скажут, приведи Ярошенко, пусть он даст согласие, что он вам продал этот телефон. Фактически, если вы этого не сделаете, телефон на вас не зарегистрирует, он у вас работать не будет. У вас варианта два. Надо разобрать на запчасти, либо пойти к специалистам, либо самим, стать таким специалистом и изменить ИМИ-код. Но тогда вам надо еще угадать ИМИ-код такой, который не внесен в базу данных. Потому что если вы опять наткнетесь на ИМИ-код, зарегистрированный на Абдукадыра, допустим, вам опять откажут в регистрации. А какие есть еще технические нюансы, скажите, пожалуйста, которые вы считаете, что над ними еще нужно будет работать? Вот именно при идентификации сим-карт, ИМИ-кодов? Ну, в принципе, мы постарались предусмотреть все. Международный опыт тоже был учительный. Международный опыт был учтен. На самом деле, основная проблема, как сказал Абдукадыр, при реализации данного мероприятия, это как раз отсечение дублирующих ИМИ-кодов. Фактически, у нас действительно зачастую абонентские устройства имеют одинаковый код от 1000 до 2000, до 3000 раз. Это речь идет о каких устройствах? Это речь идет о кустарном производстве устройствах. Фактически, опять же, от нашего соседа завозят такие устройства, они идут либо ноликами забиты, да. Ну, это как правило, телефоны дешевого класса, но все равно они создают проблему. Фактически, если у вас, допустим, дорогой телефон, а у меня дешевый телефон, а мы имеем одинаковый ИМИ-код, будет проблема. Вот как раз эта же регистрация, она нам еще позволит в будущем не допускать ввоз на рынок телефонов с одинаковыми ИМИ-кодами. Вот вы, Ирван, как раз спрашивали, чем отличие до 2019 года и после 2019 года. Вот после 2019 года зарегистрировать в базе телефон с ИМИ-кодом, который уже есть в базе, будет невозможно. Это вот главное отличие этого года от следующего года. Хорошо, скажите. Легализация, с следующего года вы фактически купили телефон в том же Китае, привозите его сюда, пытаетесь зарегистрировать, он вам говорит, что этот ИМИ-код уже есть в базе данных. И фактически, вот теперь, чтобы не попасть в такую нехорошую ситуацию, мы и создаем портал. Вот перед покупкой телефона вы проверяете, этот ИМИ-код уже внесен в базу или нет. Если его в базе нет, вы смело можете брать такой телефон, приедете в Казахстан и вы его зарегистрируете. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, действительно вы это делаете? Да, вот ровно в полночь 31 декабря 2018 года возьмете и отключите телефоны тех, кто у нас еще не успел зарегистрироваться. На самом деле это делаем не мы, а операторы сфотовой связи, потому что по закону Республики Казахстана связи им запрещено обслуживать абонентские устройства, не внесенные в базу данных абонентские устройства. Алексей, вы отключите, да? Без зазрения совести, не жалея, учитывая, что сейчас месяц остался до Нового года, меньше половины еще зарегистрировалось. Мы подчиняемся закону и в случае, если не будет никакого продления сроков, то мы обязаны будем это сделать, иначе будут уже вопросы к нам. Словом, чтобы не было сюрпризов на Новый год, лучше, конечно же, зарегистрироваться. Да, и чтобы в декабре думать о подарках на Новый год, о близких, о том, как отпраздновать, а не тратить нервы, время и свою энергию на то, чтобы стоять в очередях. Спасибо большое, спасибо большое, уважаемые коллеги, большое спасибо всем.